На Нежинской 16 неспешно идет работа по ликвидации последствий дежурного одесского обвала. Возле треснувшего более чем векового дома выросли ограждающие заборы. Коммунальщики расчищают улицу от камней. Проблем у местных после обрушения заметно прибавилось. У жителей этого и соседних домов отключили без предупреждения газ. Сколько придется жить без отопления, непонятно. Рассчитывать на резкое потепление – такая себе перспектива. Я собиралась готовить ужин. Это была суббота. Люди были в выходные. Никому ничего не сказали – отключили газ. Насколько неизвестно. И не просто отключили, а отрезали кусок трубы. Те флигели, которые были и сейчас являются наиболее приближенные к этому дому, отрезали от газообеспечения. Галина Гаврилова пригласила нас в свою квартиру, чтобы мы посмотрели, как живут люди в соседних домах с 27 февраля. Напомню, 27 февраля дом на Нежинской подал серьезный сигнал тревоги. И часть жителей экстренно съехала. Газа нет, 14 градусов в квартире, и это еще повезло с погодой, рассказывает хозяйка. А для того, чтобы заниматься любимым делом – вышиванием, Галине необходимо укрываться двумя теплыми одеялами. Я всегда у этого окна. Это самое светлое место. Но оно ледяное стало, это место. Вот это моя кухня. Уже ее снимали. Вот конфорки. Вы видели, как отрезана труба. Дома – это очень надолго. Вот я побежала, купила газовую эту электроплитку. Вот АГВ когда-то покупала для того, чтобы был какой-то уют. Прохожие одесситы не оставляют обрушенный дом без внимания. Многие останавливаются и вглядываются в квартиры, а точнее в то, что от них осталось. Кто-то представляет, какая была жизнь в доме до обрушения, а кто-то переживает за внешний вид исторического ареала города. Бабуля, скорее всего, осталась без своей любимой кухни. Я вот смотрю, у нее там очень красивые шкафчики. И, понятное дело, что это все было нажито с годами. Она покупала возможность мужем своим, для своих детей, для себя. И это очень грустно. Очень, извините. Чего? Извините. Ну, это очень грустно. Это разрушение. Разрушение – это то же самое, что разрушение жизни человека. И все. Просто вот была она, а теперь, я не знаю, где они. Ну, особенно вот верхний этаж – это ужасно. А лепка? Что стоит только лепка? Вот это, ручками своими, а не гипсокартон, да? Как сейчас делают там ремонты, не закрашивают ее. Ну, такое повторить уже не каждый сможет. Не у каждого будет такое желание. Так же, как и Юлия, возле обваленного дома остановилась и Наталья. Женщина беспокоена тем, что их дом на Нежинской 24 может стать следующим. У нас проблемы тоже колоссальные. У нас на Нежинской просто разваливается дом, и трещина была, ну, может быть, чуть-чуть поменьше. Она и есть, существует. Если вы зайдете на Нежинскую 26, вы увидите, какая трещина. Вы куда-то обращались? Обращались, да. Мы обращались в прошлом году весной. То есть у нас были… Мы обращались на все органы города Одесса. Огромные трещины и прогнившая крыша. Жильцы домов на Нежинской 24 и 26 всегда держат руку на пульсе. Ведь дома, по их словам, рушатся на глазах. Время идет, а проблемы только усугубляются. Я видел программу по реконструкции, но реконструкция здесь – это ничем не поможет на самом деле. Надо очень серьезные работы проводить, потому что вот буквально дом просто рухнет. Я проживаю здесь не так давно, около года. Но даже за этот год я вижу, допустим, как отходит стена. У меня просил пол на 24 сантиметра. Да, 24 сантиметра перепад. Вот кухня, да, пола. Это лещная клетка отошла уже на парадном раз. То есть перекос рамы идет очень. Обвалится фасад арки. То есть это на самом деле все проблема. Ну, очень печально. Несмотря на все трудности и страхи, большинство жителей старого города не горит желанием переезжать в другие места. Причины такого локального патриотизма разные. Я бы не переехала. Мне бы не хотелось переезжать из центра города, потому что я здесь родилась, я здесь живу. У меня, как бы, это мой любимый город, и мне хочется жить в центре города. Я бы переехала, если бы там были все удобства и все. Я бы переехала, но я сама не в состоянии перетащить эту мебель. Кто мне это сделать, денег у меня нет. На пенсию выживаю, буквально выживаю. Как мне перевезти мебель, которая уже два раза разбиралась. На третий раз она уже не разберется, ее только можно выкинуть. И как я буду спать? На полу буду, вещи буду на ввоздик вешать. Как это будет происходить? Напомню, в результате обвала поврежден также соседний двухэтажный дом на углу Нежинской иконной. За короткое время это третье серьезное врушение в историческом центре города. Правда, если в случае с Деволановским спуском и полярной надеждой городская власть надеется на греческих собственников развалин, то на Нежинской муниципалитету придется разгребать все своими силами. Разгребать в прямом смысле слова. Кристина Черновалова, Юлия Пального, телеканал Репортер.